всем привет это квартирный контроль я мария федорова и сегодня мы в подмосковных люберцах знакомимся с новым проектом группа компании основа жилым комплексом google park строится он в 4 километрах от мкад по косинскому или новорязанскому шоссе но что интересно прямо сейчас я нахожусь на территории москвы а как только перейдут эту дорогу окажусь на территории московской области то есть комплекс возводится буквально на границе москвы и области кстати его строительный адрес улица 8 марта владений 52 но едва ли свое название google park получил из-за большой любви застройщика к этому великому писателю на самом деле будущий новостройка расположена на пересечении улицы 8 марта и гоголя хотя мне больше понравилось бы название марта парк согласитесь есть в этом что-то говоря о транспортной доступности комплекса я даже не буду рассказывать вам о том сколько вы будете добираться от ближайшей станции метро лермонтовский проспект или выхина потому что уже в следующем 2019 году откроется новая станция лухмановская кожуховской линии всего лишь каких-то пяти минутах ходьбы от будущего комплекса вот он google park а вот он выход из метро google park строится на участке около двух гектаров и состоит из одного монолитного здания высотой 25 этажей четырехсекционный дом уходит под землю на один уровень и на подземном этаже разместятся кладовые помещения машину можно будет оставить на гостевой стоянке ее вместимость 170 автомобилей рядом с домом также планируется строительство плоскостного паркинга закрытого типа на 355 мест где места будут сдаваться в аренду проектное количество квартир в доме 713 но даже если парковки на всех не хватит в таком окружении скорее всего несложно будет подобрать вариант в аренду стройплощадку с трех сторон тесно обнимают гаражи к будущему дому так даже особо и не подобраться тем не менее даже из-за гаражей я вижу что дом сейчас уже выходит на третий этаж выполняются перекрытие второго этажа и вот торчит уже арматура третьего этажа хотя строительные работы начались здесь в мае этого года темпы работ на площадке я могу назвать бодрами планируется что строительство закончится в четвертом квартале 2020 года а ключи здесь начнут выдавать в первом квартале 2021 вот мы все-таки нашли небольшое доступное местечко стройплощадки и вот отсюда очень быстренько пока меня не съели строжевые собаки из гаражного кооператива я хочу рассказать про технологию строительства возводится дом конечно же по монолитной технологии наружные конструкции выполняются из пеноблоков а вентилируемые фасады здесь будут облицованы до 6 этажа клинкерной плиткой а все что выше фиброцементной плитой к архитектурным особенностям отнесем увеличенные оконные проемы панорамным будет и остекление лоджий балконные блоки сама балконная дверь здесь также будет остеклена в пол балконы и лоджии здесь кстати положено не всем квартирам вот расположение балконов здесь наверное понятно только самому автору этого проекта совершенно она какой-то в без системной на мой взгляд что касается внешних блоков кондиционеров ими не будет украшен фасад для них предусмотрены специальные корзины под окнами еще одна особенность домов это наличие террас в торцевых квартирах на втором этаже кровля встроена пристроенных помещений в которых разместятся магазины будет эксплуатируемой что позволит жителям иметь просторные террасы но возникает вопрос насколько удобно будет ими пользоваться ведь над террасами окажутся окна еще двадцати трех этажей в доме как говорилось в начале четыре секции но при этом три подъезда 3 и 4 имеют общую входную группу подъезды в доме расположены на уровне земли без ступеней и пандусов второй и третий подъезд сквозные с выходом на две стороны в просторных входных группах с дизайнерской отделкой есть место для лобби зоны консерв службы и колясочный на каждую секцию придется по три лифта два гроза пассажирских один из которых будет спускаться на подземный уровень и третий пассажирский на каждом этаже окажется от 6 до 9 квартир это студии от 20 до 28 квадратных метров однокомнатные от 38 до 47 квадратов двухкомнатные евро от 44 с половиной до 48 с половиной квадратных метров двухкомнатные классические от 54 с половиной до 68 с половиной квадратов трехкомнатные от 65 до 83 с половиной квадратных метров трехкомнатные варианты евро от 69 до 71 квадрата и четырехкомнатные квартиры от 110 с половиной до 112 квадратных метров анализ планировочных решений мы провели на портале квартирный контроль на страничке комплекса на старте продаж еще в июле квартиру в гугл парке можно было купить менее чем за 2 миллиона в августе же минимальная стоимость предложений без учета скидок 2 миллиона 500 тысяч рублей стоимость кладовых помещений в среднем составляет 45 тысяч рублей за один квадратный метр но число их не так велико на 700 с лишним квартир приходится 180 кладовок как мне сказали в офисе на месте плоскостного паркинга застройщик все-таки рассматривает строительство гаража в 3-4 уровня здесь уже машинное место можно будет приобрести в собственность что же касается обилия гаражей и различные автомобильные инфраструктуры то свежей информации по их переносу нет последние публичные слушания по поводу судьбы гаражей на пересечении гуголя и 8 марта проводились еще в 2015 году и тогда было принято решение оставить их в покое но как мне сказали в отделе продаж азс расположена рядом с офисом будет перенесена уже в девятнадцатом году гаражные кооперативы это далеко не самые романтичные объекты из окружения жилоба комплекса есть еще и гораздо более интересный объект это полигон тб о некрасовка тб о как вы знаете это твердые бытовые отходы но именно этот вид отходов полигон перестал принимать еще в начале двухтысячных а с 2010 он принимает в основном строительный мусор и кстати именно здесь покоится то что осталось от гостиницы россия сейчас полигон переживает рекультивацию этим занимается группа компании пик и она обещает что здесь вместо мусорной кучи появится ландшафтный парк с местами для отдыха взрослых детскими площадками зонами для активного отдыха с велосипедными дорожками одним словом на этом специфическом месте скоро появится парк для семейного отдыха согласно потребуется время чтобы подружиться с идеей отдыха на бывшем полигоне но у жителей гоголь парка будет и собственное место для прогулок детских игр и спорта это конечно же их закрытый для проезда машин двор с разноуровневым ландшафтом для прогулок также скептики и консерваторы могут воспользоваться наташинским парком в 15 минутах ходьбы от будущего дома ну а в трех километрах если мерить по прямой к югу от будущего жилого комплекса расположены люберецкие очистные сооружения в сети пишут разное кто-то говорит неприятных запахов отечественных нет кто-то пишет случаются утром и по вечерам мы с оператором сейчас специально вернулись вот сюда на улицу гоголя и сделали это для того чтобы проверить наличие неприятного запаха который мы уловили здесь в начале съемки когда объезжали и знакомились с окружением будущего жилого комплекса при направлении ветра с юго-западной стороны здесь мы уловили запах откровенной канализации запашок как раз характерен вот для этого объекта до для очистных сооружений но мы все-таки сюда не зря вернулись да мы хотим оценить запах при другом направлении ветра и я хочу сказать что направление сменилось и никакого постороннего неприятного запаха я здесь сейчас не ощущаю застройщик жк гугл парк группа компании основа существует с 2016 года и представляет собой финансово производственный холдинг столь нежный возраст ни в коем случае не указывает на недостаточный опыт компании ведь группа компании основа создана акционерами мортона прогремевшего в том же шестнадцатом году продажи своих акций группе компании пик на сегодняшний день в портфеле компании 4 проекта один из которых жилой комплекс парад планет мы не раз освещали в наших обзорах продажи квартир в жк гугл парк ведутся по договору долевого участия в строительстве подробности сделки вы можете узнать на квартирном контроле в разделе схемы покупки ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику наш первый обзор жилого комплекса гугл парк подошел к концу мы будем следить за его судьбой и я думаю что следующий раз мы приедем сюда на метро прогуляемся по ландшафтному парку и обязательно зайдем в офис продаж и побеседуем с представителем застройщика и зададим ему конечно же ваши вопросы если вы напишите их в комментариях под этим роликом на youtube либо на нашем портале квартирная контроль точка ру подписывайтесь на наш канал ставьте лайки вступать в группу в социальных сетях ну а мы отправляемся снимать следующий жилой комплекс и как всегда желаем вам правильного выбора и и Субтитры подогнал «Симон»